Стена, которая даже не стена и даже не забор на границе с Россией. И стоит она должна десятки миллионов. За что платим? Подробнее Максим Кошелев. К концу сентября закончат первый этап возведения проекта «Стена» на российско-украинской границе, отчитываются в Кабмине. К этому времени на кордонах в Черниговской, Харьковской и Сумской областях должны появиться первые инженерные сооружения. На это правительство обязало Минобороны выделить 100 миллионов гривен. Но это в сентябре. К этому моменту уже практически 4 месяца пограничники своими силами возводят укрепления на границе. Но на самом-то деле стены пока нет. Вот что есть. Все перечислено. Это по сути методы времен Второй мировой войны. Но даже 70 лет назад инженеры уже умели преодолевать подобные заграждения. А знаменитую линию Мажино в свое время просто обошли. Да и любую стену можно перелезть, перелететь. Под ней можно прорыть тоннель. В случае столкновения с регулярной армией стена не простоит и 5 минут. Например, противотанковый ров шириной до 4 метров танк может преодолеть как минимум двумя способами без всякой помощи. Медленно или быстро. Можно сделать ров шире, метров 5-7. Но даже тогда он не препятствие для военных мостовкладчиков. А колючая проволока, путанка и бетонные надолбы уничтожаются с помощью взрывчатки и специальных машин разграждения. Получаются чистые коридоры для прохода техники и пехоты. Что имеем в результате? 100 миллионов гривен, если они и будут полностью потрачены на строительство проекта «Стена», эффекта дадут минимум. Ни в одной стране, где подобные проекты были реализованы, стены не дали стопроцентной гарантии безопасности. Зато это очень хороший способ для очередных чиновников попиариться. Главное, чтобы уцелела хотя бы часть этой стены. Максим Кошлев, Александр Данилов. Подробности телеканал Интер.